Я хочу пригласить директора Межрегионального благотворительного фонда Екатеринбургской, Екатеринбургский еврейский культурный центр Минора, Уткину Ирину Ароновну. Ирина Ароновна, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Так получилось, да, что мы вчера буквально познакомились. Спасибо. Вы пригласили с удовольствием участвовать в вашей конференции. Надеюсь, что будем где-то с кем-то дружить и проектами, и домами. Единственное, про презентацию. Как мы с вами договорились? А, вы включите? Замечательно. А как хотите, могу вас, как вам удобно. Не, нормально совершенно. Я буду где-то говорить, да, 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 потому что... Хорошо. Да, 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 да. Я немножко расскажу. Наш благотворительный фонд, он является на сегодняшний день крупнейшим национальным благотворительным фондом Урала. Не только в Свердловской области. Работаем мы, помогаем людям еврейской национальности, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в Свердловской области, в Пермском крае, Тюменской области. Вот. Но мы сейчас как раз не только про Минару, но и про наш опыт работы с волонтерами, потому что мы с 2016 года создали систему работы волонтеров. Наше волонтерское движение, может, следующее. Наше волонтерское движение, оно появилось, собственно, с инициативой людей самих. Люди придумали и сказали, мы хотим что-то, чтобы можно было помогать другим людям. Было этих людей не так много первоначально, но они вот были очень настойчивые. И, собственно, миссия нашей организации – создать системную благотворительность, где люди могут помогать друг другу, она соответствовала вот этой их инициативе. И как движение Лига волонтеров у нас работает в 2016 году. И сегодня это, да, больше 25 постоянно действующих проектов. Это не разовые проекты, там, не праздники, не только праздники, да, или там, не только сбор чего-нибудь к чему-нибудь. Но так как здесь мы все с вами имеем отношение к волонтерской деятельности, понимаем, о чем идет речь. Вот, это речь идет про постоянные проекты, которые работают ежедневно, ежечасно для того, чтобы реализовывать те задачи, которые стоят перед волонтерами. Вот сегодня, да, у нас мы считаем 345 волонтеров от 14 до 90 лет. Всем мы находим место. Объясню почему. Как раз вот следующими всеми вещами. Потому что мы считаем, что можно дальше листать, я в процессе, да. И я, мы считаем, убеждены просто. И сейчас практика работы Лиги волонтеров доказывает нам, что любой человек может помогать любому человеку. Даже тот человек, которому мы помогаем, он тоже может помогать другому человеку. Всегда есть тот, кто нуждается больше. И когда вот эти ценности передаются волонтеру, он работает более мотивированно, он готов работать в системе, а не разово, да. И к этому должна быть еще готова, конечно, сама организация. Вот эта схема, называемая ее жизненный цикл волонтера, это то, в какой системе мы создаем вот этот процесс прихода волонтера и его работы. Это не значит, что вот цикл закончился и он ушел. Бывает, что уходит, это совершенно нормально. Но вот одна какая-то задача, одна его какая-то работа, она строится вот по вот этому жизненному циклу. И здесь очень важны вот эти три первые пункты. Подготовка, организация, оценка потребностей, распределение обязанностей среди волонтеров. Если можно, да, чуть дальше. Почему? Потому что если вот эти пункты, они проработаны организацией, только после этого можно набирать волонтеров и работать с ними дальше по этому жизненному циклу. Если волонтер приходит в организацию, которая не понимает свои ценности, если не понимает вообще, каким образом она будет работать с волонтерами, да, будет отправлять от одного координатора к другому, если организация не поддерживает саму систему работы с волонтерами, у нас это волонтерский центр уже, да, различными, в том числе, ресурсными вещами, супервизиями психологов и так далее и тому подобное, то, значит, организация, собственно, не готова к приему волонтеров. Дальше для того, чтобы перейти к конкретной работе, нужно понять, для чего конкретно нужен волонтер, с какой задачей он должен будет справляться, какие там есть риски, какие есть плюсы, какие есть минусы, потому что отправляем мы, да, не только как представители нашей организации, мы отправляем, самое главное, к человеку. Другой человек – это человек, вот, со всеми тоже плюсами, минусами, особенностями и так далее. Это все прорабатывает, и только после этого мы создаем, так называемый, профиль волонтера. То есть это то, это как вот если бы мы составляли должностную инструкцию, вот это что-то похожее, кто нам нужен, с какими навыками, какого возраста, что он точно должен будет делать, в какое время он должен будет делать, т-т-т-т-т-т-т-т-т. После этого только мы переходим к набору волонтеров, можно чуть дальше. Вот, у нас сейчас уже, да, с 2016 мы прошли такой уже путь приличный, сейчас мы разными способами набираем волонтеров. Волонтеры у нас не только люди еврейской национальности, самые разные люди, те, кто хотят помогать, те, кто хотят работать в качественном волонтерском движении. Это тоже, кстати, бывает. Бывает, себя пробуют в другом месте, потом приходят к нам, говорят, можно у вас остаться. Через сайт, и вот здесь есть QR-коды, вот этот верхний QR-код справа, да, это как раз на страницу Лиги волонтеров, которые на сайте, на Минары, там можно увидеть, там, во-первых, перечень всех постоянно действующих программ, там есть отдельная страница, еще отдельного направления Лиги волонтеров, которым чуть ниже я расскажу, и там же можно заполнить анкету, в которой масса вопросов, которые как раз ведут к тому, чтобы человек попал в нужное время, в нужное место и чувствовал себя полезным. Конечно, социальные сети, через которые мы много рассказываем, у нас в YouTube, на YouTube-канале, вот есть тоже QR-код, есть уже два плейлиста таких специальных фильмов, вопрос волонтеров, там как раз почему люди становятся волонтером, как и почему, это такой очень разговор искренне с волонтерами, которые они не стесняются это выкладывать, можете смотреть, если вам интересно использовать, пожалуйста. Вот, конечно, крупные мероприятия, которые мы проводим, семинары, конференции российские, международные, и вот эта вот вся система, она приводит к тому, что волонтеры приводят волонтеров, друзей, знакомых, сокурсников и так далее и тому подобное. Может, чуть ниже? Да, тут вот у нас прекрасная девочка Сара, которая показывает главный символ нашей Лиги волонтеров, тоже долго думали, мы такие, мы много всего продумываем, символ гранат, потому что есть такое пожелание на еврейский Новый год, пусть мои добрые поступки будут многочисленны, как семена граната. И вот очень, как вы понимаете, подходит для движения волонтерского. И здесь вот как раз гранату Сары без зернышек, потому что мы считаем, что зернышки некоммерческой организации, это как раз то, что приносят сами волонтеры. У нас достаточно много проектов сегодня действующих, волонтерских, это их инициативы, которые они в процессе оказания помощи приходят и говорят, знаете, а вот нужно еще вот это сделать, и мы делаем какой-то проект, который вот это делает, и такой вот гранатик в итоге у каждого свой получается, а в целом люди получают помощь, ту, которая им нужна, можно дальше. И вот у нас несколько направлений сейчас у Лиги волонтеров. Здесь проекты социального волонтерства, это опять же постоянно действующее, бывает меняется, бывает добавляется, убавляется. Вот если вы видите помощь пожилым, заботливая связь и колл-центр, это прямо ежедневная фактически работа. Заботливая связь сейчас в том году сильно появившаяся, она, это дистанционная помощь пожилым людям через смартфоны и другие вещи, она привела нам много молодежи. Почему? Потому что нам нужно было набрать тех на волонтеров. Это те, кто пойдут с бабушками, принесут им смартфоны, научат их им пользоваться. И другая часть молодежи, которая не готова была этим заниматься, которая снимала специальные ролики, в том числе к праздникам и так далее и тому подобное, тоже вот на том YouTube-канале много есть, которые бабушки бы могли смотреть, и которые могут им помогать. И в том числе молодежь помогла снять два плейлиста, где специалисты рассказывают о том, какие надо упражнения делать, чтобы была профилактика деменции и так далее и тому подобное. Часть специалистов, это тоже волонтеры заботливой связи, которые присоединились уже просто к нам. Часть из них прямо специалисты-специалисты из серьезных медицинских центров, как УГМК, например. Ну вот они, это их такой волонтерский вклад во всю эту работу. Вот колл-центр, это серебряное волонтерство, что называется. Знаете, когда мы делаем, мы не думаем про штампы, которые есть. Ну вот так называется. А мы делали на самом деле такую службу до пандемии мы сделали. Это такая постоянная телефонная служба, где волонтеры каждый день работая, у нас есть отдельная комната у них, где они сидят у компьютеров и с вот этими штучками, микрофонами. И у них у каждого 2-3 есть клиента еще более старшего возраста, те, которые не могут выходить, и те, у которых очень проблема огромная, вот это вот социальное одиночество, что называется. И мы учим их, естественно, всех волонтеров всегда учим, потому что просто отпустить волонтеров в свободное плавание – это риск. Не только для волонтера, но и для того, кому мы хотим помочь. И мы учим, подбираем волонтеров. И вот в колл-центре у нас, в принципе, наши молодые бабушки помогают более пожилым бабушкам быть не одинокими. И, соответственно, это, как вы понимаете, тоже профилактика старческих всех заболеваний. Ну, тут много проектов в социальном волонтерстве. Правда, советую зайти на наш сайт, там больше можно узнать, там про каждый проект что-то написано. Можно дальше. Банк добрых дел – это вот то направление, которое немножко… Это лига волонтеров, но она немножко другая. Она, когда мы связываем человека с человеком. То есть любой человек, который обладает какими-то знаниями, возможностями, кстати говоря, даже если ему 75 или там 80 лет, все равно обладает знаниями и возможностями, он может выбрать в этом банке добрых дел, чем он может помочь другому человеку. Заполните эту анкету, координатор с ними свяжется. И здесь как раз речь идет. Сам процесс постоянный, потому что ты попадаешь уже в банк добрых дел, и в нужный момент, когда твоя услуга нужна, соответственно, координаторы связываются и связывают такие пары. Тот, кто оказывает помощь, тому, кто нужна помощь. Вот, дальше давайте. Чудо до востребования. Это еще один вид волонтерской деятельности у нас сейчас превратившийся в волонтерский фандрайзинг. Начиналось все как в стандартных, ну, мне кажется, таких предновогодних особенно акциях, когда собирают что-нибудь для кого-нибудь. Мы собирали подарки для детей из малообеспеченных семей. Сейчас это превратилось не только в подарки для малообеспеченных семей, там конфеты и так далее, да, но это еще и превратилось в исполнение мечты этих детей. Каждый может на этом сайте купить открыточку, который нарисован нашим волонтером, и взнос за эту открыточку идет, собственно, в общий банк, и этот банк потом покупает именно те пособия и те вещи, о которых было заявлено из тех семей, вот для которых идет помощь. Вот, ну, например, есть у нас сейчас девочка, больная аутизмом, которую мама, ну, очень просит дать возможность ребенку поехать на специальном новогоднем поезде. Вот, и вот в том числе ей будет сбор. Вот, сбоку стоят партнеры, но партнеры у нас всегда есть, это те, кто помогают распространять информацию об этих акциях, о возможностях лиги волонтеров. И это тоже важная часть работы лиги волонтеров. Дальше. Волонтеры культурных направлений. То есть у нас не только социальные, у нас многонаправленная организация. Культурные направления, это вот это как раз чаще всего, чаще всего это то, что придумывают сами люди, и мы им помогаем это реализовывать. Вечерний ЦИМИС, это целый цикл видео, хороших видео, качественных видео, мастер-классов кулинарных. Заходите на наш канал, вы увидите. Это подростки снимают отдельно, спрашивают у бабушек своих рецептов, и снимают отдельно такие передачи, где и про праздники рассказывают, про традиции, про своих бабушек, и, собственно, готовят. Вот, вопрос волонтера, это вот цикл фильмов. Домашнее чтение – очень интересная история. Если вы зайдете на наши соц. страницы, ВКонтакте можете просто набрать «Екатеринбургский еврейский культурный центр Минора» или «Фонд Минора». У нас в аудиогруппы есть уже плейлисты вот этих домашних чтений. Что это такое? Это известные люди или просто хорошие люди из общины, которые умеют читать, они читают произведения наших классиков, и можно в любой момент, это аудиорассказ, который можно послушать. И вот волонтеры, которые их читают, которых тоже возникло. Почему? Потому что в одном из проектов пришли к бабушке, принесли ей помощь, а оказалось, что ей надо было не только поговорить еще с людьми, но и она человек очень образованный, и очень хотел бы почитать, но глаза уже не позволяют. И у нее есть от ее детей какой-то там аудиоплеер, но так как она еще и видит плохо, все этим плохо пользуется. Вот. И в результате, и, соответственно, ей нужно, как она, мы прямо ее выслушали, ей нужно было короткие рассказы, потому что надолго ее не хватает сил. И вот создали такие короткие рассказы, которые теперь и в соцсетях наших, и нашим подопечным мы на удобных аудиоплеерах это тоже распространяем. Дальше. Вот. Ну и волонтеры событийных проектов. Тут как раз через вот эти событийные проекты приходит много новых волонтеров, особенно молодежи, которые приходят через это и дальше уже остаются. Самые разные проекты, в которых Минора участвуют как организаторы, как участник. Большие городские, международные, областные, свои внутри, Миноровские, благотворительные приемы, семинары, общинные праздники, фестивали нашей современной еврейской культуры. Здесь просто вот отрываемся как можем. И в том числе мы через все свои проекты распространяем информацию про возможности Лиги волонтеров и про возможность стать волонтером. Когда проходит наш фестиваль, вот в этом году у нас на фестивале было больше 80 тысяч участников всячески. И когда в Ельцин-центре это у нас обычно проходит, такой семейный день, где вот этот самый массовый, и все видят наших красивых волонтеров, все с ними разговаривают, и они такие смотивированные, то они, конечно, потом пишут, а куда нам прийти, а куда присоединиться. Мы им говорим сайт заполнять анкету, то есть свяжется с вами координатор. Дальше. Вот. И такая система, она работает. И очень важно понимать как раз, что в этой системе, да, главное с душой, но эта душа, она должна быть двусторонней. Мы должны понимать, что люди, которые к нам приходят, они не инструменты, которые, которыми мы пользуемся, а они люди, которые отдают свое время, силы и энергию для того, чтобы помочь другим людям. Значит, мы должны сделать точно так же душой все, чтобы они любые свои проекты, инициативы, идеи могли реализовывать. Вот. Поэтому вот так. Спасибо за внимание. Спасибо, что пригласили. Вчера так было все спонтанно, но тем не менее. Ирина Рона, спасибо большое за выступление и деятельность. Вот Банк Добрых Дел – это прям то, о чем я мечтал 10 лет подряд. Я просто не знал, что он есть. У меня была такая идея – соединить тех, кто может помочь, с теми, кому нужна помощь, на что-то это было. Не просто как кидаешь, попал, не попал, а прям надо. Да, тут надо через координирование, потому что там рисков как раз много. Качество профессиональное тоже надо проверять, да, и смотреть, каким клиентам можно отправлять, каким нельзя отправлять. Но нельзя совсем оставлять без помощи. Тут просто вот координирование. Да, очень-очень это требует такой гармонии всего. Спасибо вам большое. А вот вопрос еще. То есть добровольцем может любой же человек стать? Там нет по национальности какого-то почтения? Просто человек. Просто человек. Просто много такого интересного там. Евреварение, например. Евреварение, да. Это, кстати, знаете что? У нас еврейский Новый год, он осенью. И его когда празднуют, у нас не елка, и с ним у нас пожелание хорошего сладкого года. Поэтому принято дарить сладкие подарки. Но так как пожилые люди, им не все можно, как вы понимаете, наше здоровье, то собираются волонтеры и делают такой диетический вариант варенья. Во-первых, сначала все собирают эти яблоки, и к нам приносят уже откуда только не приносят эти яблоки. И в сентябре, когда иногда приходишь в Минору, ощущение, что ты попал в какой-то яблоневый сад. Запах такой, да, стоит. Да, да, да. А потом волонтеры одни готовят, другие деформируют такие праздничные наборы и идут с поздравлением к пожилым людям. Прекрасно, здорово. Очень много, большая деятельность. Спасибо вам большое. Это, видимо, много лет это все, потому что так вот сразу не охватишь. Ну, Лига 2016 года. Хорошо, спасибо вам большое. Надеюсь, что мы в той или иной мире еще встретимся. И сейчас, да, если есть вопросы к Ирине Ароновне, то задавайте, пожалуйста. Есть у кого-то вопросы? Тут, наверное, только восхищение и такие. Да, мы со своими мандаринами, как в КВНе говорилось. Да, да. Спасибо вам большое, что откликнулись. Вам спасибо. Я хочу сказать, что все возможно. Правда, мы в 2016 году начинали 10 человек, которые меня одолели тем, что они хотят помогать. Ну, когда ты понимаешь, что есть реальные люди, которым помогаешь, то просто ищешь, каким образом это все выстраивает. Все возможно. Поэтому давайте все это делать. Делать мир добрее. Это сейчас очень надо. Да, очень актуально, да. Спасибо большое. Спасибо большое за напутствие и вдохновение.